всем добрый вечер сегодня мы экспериментально возьмем место стандартной системы фанук которой мы начали рассматривать главный режим системой resake вот если что мы перейдем назад сегодня тема занятия у нас по плану опциональные клавиши те клавиши которые используются для того чтобы произвести запуск программы при этом запуск программы подразумевается либо в режиме mdi либо в edit а именно нам необходимо ознакомиться с osp функцией ционального останова бдт здесь называется блок delete и sbk sbk это сингл блок по кадр выполнение управляющей программы смотрим как используется ручной режим и управление шпинделем как осуществляется а также некоторые другие функции управления станков чпу например этой системы подготовим ее к работе мы это делали так то есть переходили в он далее машинные координаты перемещаем его в направлении но аварийная остановка если он есть мы его разблокируем можно увидеть на экране графическом вот здесь слово и mg то есть она не отличается в принципе так же как и у фанук аварийный останов либо emergency разблокируем его отдельная клавиша которая убирала ошибку после мрдс и так называемый мрдс и стоп релиз здесь нет поэтому можно оставить дальше выбирается главный режим который тут называется zrm zero return и производится возвращение в исходное положение и производится возврат исход x ва и зо оставим так предположим первое готово здесь загорелся светодиод и здесь мы видим два обозначения далее положим плюс x машинные координаты вы видите доходят до нуля и то же самое произведем по оси y либо y на прошлых занятиях мы рассматривали автоматические режима именно использование функции редактирования запуск управляющих программ а также mdi manual data in сегодня попробуем немножко просимулировать поведение станка при работе в разных режимах после того как станок произвел возврат исходное положение в принципе готов к работе что то есть тут не предустановлено что касается опциональных режимов существует три отдельные клавиши три функции они здесь находятся вместе они являются стандартными ну и практически предустановлены на всевозможных системах чипу по умолчанию они активно работают и и называется обычно сингл блок здесь сокращение sb кей это клавиша называется optional стоп здесь это оспе и здесь она называется бедите это блок дэлит блок дэлит рассмотрим каждую из них функция sb кей необходима для покадрового покадрового запуска управляющих программ либо покадрового выполнения управляющих программ для того чтобы запустить управляющую программу необходимо необходимо перейти в один из режимов управления в данном случае это может быть моим либо эдит в режиме memory нажать на лист прок и выбрать какую-то программу например программа номер два либо давайте возьмем какую-то маленькую программу программа 0012 которая имеет размер 53 байта и загрузим ее в память нажатием на клавишу input вот программа немножко ее подредактируем для редактирования программы мы переходим в режим edit при необходимости ну и производим действия уже с этими заданными клавишами это alter insert и делит до делит это удаление все это я удаляю и так же удалим здесь то есть составим оставим пока вот эти две строки и после 00 составим код m06 t1 m06 t1 это смена инструмента строка пишется вот здесь внизу не так как у mitsubishi например так как у fung has и обе это конец блока enter блок и с помощью insert вставляется эта часть программы все прямо сохранена в принципе автоматически можем перейти в режим какой-то позиции либо offset of после чего опять вернуться в программ и увидеть это режимы по позициям более понятно то есть мы потом будем произвести симуляцию мы увидим как они изменяются в реальном времени относительно offset of чуть позже также посмотрим какие бывают возможные значения на примере некоторых систем чпу в программировании мы работаем с текущей программой которую в принципе можно выполнить запустить ее в самой программе я установлю программе симулятора имеется ввиду они в эмуляторе чпу я установлю инструмент в станцию номер один вот у меня будет инструмент стоять в т 01 и сейчас его необходимо вызвать вызываем его с помощью кода м 06 т 1 так как мы написали в управляющей программе так как мы написали в управляющей программе этот код в режиме edit можно сразу его запустить просто перейдя в memory то есть переключившись на memory и нажав на старт цикл то есть управляющая программа уже начинает работать и выполнять вот отличие например от режима mdi в том что программа не будет очищаться то есть программа не очищается то что здесь есть мы видим мы можем использовать режим auto для либо memory до работы с памятью для того чтобы также тестировать программы либо выполнять какие-то специальные служб сервисы либо техническое обслуживание то есть mdi в принципе можно вообще не пользоваться можно создать какую-то программу в данном случае как у нас 0012 и в этой программе выполнять какие-то действия при этом если наш станок в mdi не сохраняет данные он будет сохранять внутри этой программы сначала давайте посмотрим на такую функцию как OSP опциональный останов для того чтобы с ней проработать желательно выполнить какую-то часть программы в которой явно очевидно было видно бы что происходит ну например перемещение чтобы это было визуально видно ну и также мы будем наблюдать за координатами у нас уже есть этот инструмент с помощью клавиш навигации я опять удалю эту строку и допишу новую например действие в инкрементной форме инкрементная форма кто не знает это код G91 это подготовительный код 3 группы который позволяет перемещать координаты либо вводить значение координат относительно предыдущие координаты либо относительно предыдущего значения получается если мы находимся в какой-то точке X0 Y0 нам нужно переместиться на 50 миллиметров правее мы просто пишем G91 потом метод перемещения например G00 ускоренное перемещение и значение координат XPC мы сделаем то же самое только в минус например для того чтобы опустить шпиндель вниз на 10 миллиметров мы напишем G91 G00 Z ну и напишем минус 20 Z минус 20 и insert для того чтобы ввести ну теперь проверим работает ли это и выполним эту программу переходим в memory в принципе мы тут и находимся да возвращаемся вперед и нажимаем строк цикла выполняя эту программу мы должны увидеть ее выполнение и соответственно смещение шпинделя в абсолютная координата которая сейчас у нас есть это Z минус 20 значит что мы как бы опустились на 20 миллиметров ниже можно немножко приблизить чтобы было наглядно видно можно изменить значение вместо Z минус 20 подставить другое переключаемся в edit и теперь при перемещать перемещаться я уже могу по не построчно так как это выполняется в memory да а как это выполняется для редактирования то есть когда выделяются отдельные слова Z минус 20 либо G 2 0 либо G 91 является word слово G напомню является адресом 91 является значением то же самое G 2 0 и Z минус 20 то есть Z минус 20 называется слово где Z является адресом и минус 20 является значением вместо Z минус 20 введем другое значение Z минус 50 положим и просто заменим его Z минус 50 мы заменим с помощью Alt вот выполняем еще раз эту программу и видим перемещается лишь пиндель обратите внимание что абсолютные координаты показывают нам где находится у нас 0 относительно 0 заготовки 0 заготовки не привязан соответственно он соответствует нулю машины значит мы действительно в предыдущий раз сместились на минус 20 сейчас алгоритм нашей программы устроен так что при запуске этой программы инструмент опустится вниз в шпинделе на минус 50 миллиметров то есть абсолютное значение координаты будет минус 70 проверим правильно подсказывает что невозможно использовать старт цикла в режиме edit переключаемся memory и нажимаем старт и инструмент опускается шпиндель проходит ниже мы видим абсолютную координату минус 70 все работает теперь давайте выполним эту программу но при этом сделаем опцию например опция будет такая что что в некотором случае один раз нам нужно выполнять один раз нам нужно выполнять какой-то код один раз не нужно для того чтобы было понятнее давайте сделаем еще один код опять переключаемся режим edit перехожу на точку запятой для того чтобы начать писать код на следующей строке и на следующей строке я напишу z50 и вставлю с помощью insert можно также вставить точку запятой либо написать ее сразу insert для того чтобы разъединить запустим такую программку еще раз переходим опять в memory и старт цикл посмотрим на шпиндель сейчас мы опускаемся вниз и поднимаемся вверх первое это опциональный останов опциональный останов работает по м01 по коду м01 обычно этот код используется для того чтобы приостановить выполнение управляющей программы по требованию такая приостановка может быть для того чтобы поменять инструмент для того чтобы поменять заготовку для того чтобы убрать стружку для того чтобы выполнить очень много действий то что вам нужно если перед каким-то кадром заходим в edit для того чтобы написать этот кадр если перед каким-то кадром например вот здесь будет написано м01 м01 и обе insert то следующий кадр фактически должен быть должен не выполниться то есть получается что мы притормаживаем выполнение приостанавливаем выполнение теперь вопрос каким методом это делается и насколько мы это останавливаем установка потребования может быть необходима для разных целей и станок будет ожидать до тех пор пока мы не продолжим управляющую программу опять же не нажмем на старт цикла это можно добиться эту установку можно добиться и вручную просто нажав на клавишу красную которая называется fit hold то есть прекращение подачи то есть по сути это и есть прекращение подачи для того чтобы m01 остановила выполнение программы нам необходимо активировать эту функцию и как раз вот нажать этой клавиши ее и активировать переходим в режим memory нажимаем старт сейчас мы увидим что шпиндель опустится вниз потому что сработало кадр номер два сработал теперь кадры номер три у нас есть код m01 m01 сработал и приостановил выполнение программ нажимаем на клавишу старт цикла и сейчас программа пойдет выполняться далее и выполнит код z50 m30 наблюдаем выполнила потому что шпиндель опять поднялся вверх еще раз выполнила кадр один и два и три остановился нажимаем опять старт цикла выполнила четыре пять и шесть вернулась назад если нам не нужен шестой кадр его в принципе как бы ну не должно быть этой точки запятой мы его удаляем просто с помощью навигации delete ага не хочет удаляться ну ладно тогда возвращаемся назад идти и далее если нам не нужно останавливаться да потому что m01 работает как остановка по требованию то мы отключаем функцию osp и запускаем посмотрим шпиндель сейчас опустится вниз и поднимется вверх это значит то что m01 является как бы комментарием то есть он не будет читаться управляющей программой и фактически не будет останавливать либо приостанавливать выполнение управляющей программ в данном случае m01 как бы не работает для чего вообще это нужно да чтобы была понятна логика в некоторых случаях станок чпу нужно приостановить то есть приостановить выполнение программы программа может выполнять какую-то черновую операцию после которой перейдет к чистовой между черновой операции например по торцеванию какого-то слоя материала предположим алюминия может быть огромный слой стружки после длительной работы на большой глубине черновых проходах которые необходимо извлечь из какого-то кармана например поэтому необходима физическая просто возможность достать какую-то предположим щетку да и из эту стружку оттуда достать но как это можно сделать сразу продолжает выполнение работы меняет инструмент на следующий да и начинает работать то есть начинает производить чистовую обработку для этого мы поступаем следующим методом первый вариант это просто разделить программу на две части первая это черновая обработка и мы до конца ее делаем и конец и второй вариант запускаем новую программу для чистовой обработки да так станок может работать часто это используется но наверное нет только в спи но наверное и чаще это работало бы такой момент когда мы делим операции на станках которые ну либо как-то некорректно работают софсотами либо вообще не имеет автоматической смены инструменты например станки непромышленного типа и какие-то мини чипы микро чипы и тогда да и да